У агитпроповской гопоты какие-то удивительно специфические лица. Ежели прежний сов-стайл отличался некой монументальностью в совковые времена, свинцовым каким-то пафосом, пули непробиваемостью, косящие под немецкие, но опять же чудовищно неудачные пустоты, но, конечно, нынешние рыломорды, стоит признать, тем, даже тем совковым, непоправимо уступают. Вообще, вглядитесь в эти одухотворенные лица. Это нужно еще постараться подобрать таких уродов. Причем куда ни копни, везде одни уроды. Мы опять имеем чудовищную постмодернистскую подделку носителей масок. Но масок странных, на коих отпечатывается как социальный, так и генетический невроз. Я не знаю, как их отбирали, но такое ощущение, что их отбирали просто по ужасности черт, для того, чтобы у людей возникал рвотный рефлекс. На этих лицах инфантильность, истеричность, надменность, четная попытка быть важными. Вот что отличает всех их. Помимо прочего, искаженность, обвал черт, перекошенные рты, нервные тики, маленькие свиные или крысиные глазки, нескрытые семейные тайны, недорогие поруки, страх, запечатленный на этих лицах, общая немасштабность. Если бы о нации судили по государственной дури, то казалось бы, что в России живут одни уроды. Болезненная суетливость. Измельчание в целом. Обратите внимание, у руля страны стоят одни карлики, то есть люди метр шестьдесят пять, метр семьдесят. Где та называемая сажень в плечах, русские богатыри, здоровые русские мужики, которые всегда во всей Европе казались огромными и необъятными? Где все эти люди? Почему в правительстве сидят одни мелкоростные уроды? Аркадий Ротенберг, метр шестьдесят пять. Дмитрий Медведев, метр шестьдесят пять. Он меньше, блядь, чем средняя женщина. Владимир Путин, по некоторым данным, тоже метр шестьдесят пять. Ему приписывают метр семьдесят, но если вы посмотрите, как вместе смотрятся Владимир Путин и Дмитрий Медведев, то эти оба карлика метр шестьдесят пять. То есть представьте, перед собой мужика метр шестьдесят пять. Но это просто прыщи. Мало того, что они уроды, там нет в этих лицах вообще ничего духовного. Колоритный оборот речи, пиздеть, не мешками ворочать, мог родиться только в России. И неудивительно, ведь только здесь труд штатный и нештатный, плохо образованной обслуги, а гидпропа, по сути, приравнен к восьмичасовому. То есть от деятелей госдуры требуется не образование, не интеллект. Интеллект это вообще опасное излижество для этих людей, а именно добросовестное, по приказу, забалтывание и обмусоливание псевдополитических и псевдомейстримовских тел. Тогда как всем этим духовным традиционалистам, всем этим коммунистам, соцреалистам и иже с ними, стоило бы приступить непосредственно к своему онтологическому и кастово-подлинному призванию, то есть подметанию улицы. Субтитры создавал DimaTorzok